В семье каждого славянца есть участники Великой Отечественной войны. Многие фронтовики не вернулись домой с полей сражений. Другие продолжили работать на трудовом поприще. И мы должны всех их помнить и чтить, ведь мы своей жизнью обязаны их доблести и мужеству. Мы вспоминаем наших солдат и офицеров, которые мужественно сражались и победили немецко-фашистских захватчиков, отстояв честь и независимость нашей Родины не только в День Победы или освобождения нашего города от врага. Эта священная память служит целем воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей отчизне. Благодаря реализации в нынешнем году президентского гранта «Нам дороги эти позабыть нельзя» была проведена реконструкция памятников ветеранов Великой Отечественной. Об этом говорилось на митинге, который состоялся у мемориала «Павшим на кладбище». В этом году мы в Славянском районе делаем 40 памятников. 20 памятников поменяли. Это здесь, в Славянске на Кубани, 10 в станице Анастасиевской, 10 в станице Петровской. И в этот раз разыскивали эти памятники очень долго. Затем разыскивали людей, кто похоронен, участники ли они, участники ли войны. Проведена очень большая работа. Активные студенты, юнормейцы пришли на митинг, чтобы почтить память героев, чтобы поклониться их подвигу. Действительно очень важно помнить и сохранять память о тех героях, которые сражались за наше мирное небо над головой. Сейчас молодые люди, которые входят в числе юнормейцев, которые просто студенты, активные ребята, они сохраняют память. Это те люди, которые передадут эту память следующим поколениям. Сейчас очень важный грант для нашего района, грант «Нам дороги эти позабыть нельзя». Совет ветеранов с общественниками реализовал грант и восстановил много памятников героев Великой Отечественной войны. Собравшиеся почтили память фронтовиков минутой молчания. Затем состоялось возложение цветов к памятникам героев войны. Сколько бы лет ни прошло, славянцы будут помнить бессмертные подвиги воинов и передавать эстафету памяти будущим поколениям. Продолжение следует...